Сковородка. Правда круто звучит? Нет? А? А может быть это вот так? СКИЛЛЕТ Да, пока все скучают по 2007 году, настоящие олды грустят по 2013, когда каждый четвертый шкальник перекидывал другану по блютузу монстра или хиро, не забывая поспорить о том, как же правильно произносить название группы. СКИЛЛЕТ, СКАЙЛЕТ или вообще СКИЛЕТ. Ну да ладно, мы тут не слюни ностальгии разводить собрались. Расскажу-ка я вам историю этой ОБЪТЕЛЬНОЙ группы с самого начала ее создания. Значит так, в далеком 1996 году в Пиндосе и в поселке городского типа Мемфисе верующий паренек по имени Женя Купер приходит к своему пастору и такой говорит «Отче, хочу я Богу служить, да праведником быть, только вот сядет меня порно грайндкор ебать, шо делать-то?» А тот ему в ответ. «Да шо, с дуба рухнул, вот возьми вот этого парня, иди альтернативный рок играй, да продвигай слово божье в нем». Собственно, Женек так и поступил. Нашел себе барабанщика, трэма, Кларкина, а сам взял в руки микрофон для пения и бас для... Баса? Правда, на тот момент то ли опыта не хватило, то ли времени, но не смог пацан свой стиль выработать. И на выходе мы получили смесь Курта Кобейна с Иисусом. Мда, детка, это были суровые 90-е, и косить под тренды было нелегко. Тем временем пастор предлагает назвать группу «Сковородкой» или «Скилет», говоря, что это якобы символ смешения разных музыкальных стилей. Но мы-то знаем, что он просто троллил, ребят. Под этим названием наши герои написали пару песен и выступили на разогреве одной альтернативной рок-группы «Фолт Зандура». Господи, их кто-нибудь помнит вообще? Потом, через месяц, к ним приходят чуваки из лейбла «Форт Фронт Рекордс», и Купер с группой с радостью им продается. Под этим лейблом у нашей любимой «Сковородки» выходит первый дебютный альбом. И вот сейчас одна пауза. Вы не найдете ни одной их песни из этого альбома на ютубчике, кроме клипа на «Газолин», который вы наверняка спутаете с каким-нибудь клипом «Нирваны». В принципе, больше про альбом сказать нечего. Это совершенно точно не закос под кабута Бейнкамфа. Дальше у них выходит альбом «Инвинсибл». И он уже более самобытен по звучанию, но... Но... Ох, вы только посмотрите на это. Да, видимо, Купер был большим фанатом «Принцессы Питч». Что до самого альбома, то он звучит так, как если бы Честер Беннингтон сидел не на героине, а на Спайси, и если бы он решил при этом записать совместку все с тем же «Купом ББМ». Впрочем, об обложке и внешнем виде вокалиста можно сказать то же самое. Кстати, гитарист Кен Стюарт, которого изначально дал Куперу Пастор, видимо, не выдержав всего этого дерьма, ушел из группы. Дальше у них выходит альбом «Алиен Юз». Но, честно, он мне не понравился, поэтому не будем долго на нем останавливаться. Только отмечу, что из группы свалило пару человек, и какая-то телка пришла. Также тут появляется одна фишка, за которую я люблю и одновременно ненавижу скиллет. Охренительные вступления. Просто охренительные вступления, которые лучше самих песен. Вот серьезно, в песне «Алиен Юз» первые 30 секунд просто-просто восхитительные. Но вот вся остальная песня... такое. И теперь мы, наконец, пришли к более вкусному альбому «Колайт». Тут, наконец-то, появилась фирменная «Индастрил симфоник» альтернативная «Блэк, сука, Дэд, нахуй, блядь, в жопу ебал, твою мать, посадил на бутылку альтернативное звучание». За исключением, что этот альбом самый мрачный и в какой-то степени тяжелый из всех. И поскольку я у мамы металлист, то это мой любимый их альбом. И тут есть их лучшая, по моему мнению, песня – «Fingernails». И вот тут нужно сделать отступление. Вот тут проскакивает один момент. Мне всегда казалось, что Купер, несмотря на всю свою праведность, всегда хотел делать тяжелую музыку. Церковь заставляла его всегда делать музыку, которая в тренде, делать какой-то ванильный альт-рок. Но тут мы видим, что темная сторона Купера потихоньку просачивается и выливается в более темное и психоделичное звучание. Песни «My Obsession», «Fingernails» и «Energy» это подтверждают. Но мы еще вернемся к этому моменту. Ооо, я прям чувствую, как вы ждали этого, да? Да. Сейчас мы будем говорить про альбом, песни из которого анимешники до сих пор используют, чтобы делать убогие АМВ по Наруто и Бличу. Встречайте, альбом «Awake». Этот альбом прославил группу. И именно он скакал по блютузной сети школьников 2013-го. По многим песням из него даже есть русские переводы. И именно с него многие начали знакомство с этой группой. Плюс альбомы – очень сочные и сасные гитарные рифы. И просто а**ительные вступления. Минусы – женский вокал, который тут ни к селу, ни к городу. И еще довольно глупые текста в духе «Сегодня болен тобой». Но, несомненно, венком этого альбома, как и триумфом всего творчества «Сковородки», является практически легендарная песня «Монстр». Качевый риф, почти не зашкварный текст, дроп-це. Что еще нужно для хита? Единственное, что мне не нравится, это то, что они решили добавить этот нелепый голос. Лучше бы сделали нормальный пацанский гроу. И тут мы возвращаемся к нашей безумной конспирологической теории. Дело в том, что на протяжении всей своей карьеры Купер лишь выплескивал свою темную сторону помалу. А сейчас он, наконец, вылил всю свою сущность в одной песне. Да, критики говорят, что эта песня якобы про то, что нужно бороться со своими внутренними грехами. Но мы-то знаем, что это просто маленький демон внутри Купера в последний раз вырвался на свободу, показав себя и всю свою агрессию. Джон показал всем своего монстра. Дальше у группы вышло еще пару альбомов, и в них тоже есть хорошие песни. Но мне лень про них говорить, так что вы уж там как-нибудь сами. Пока, родскеры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...